Всем привет, мои хорошие! Я собралась в Фикс Прайс и беру вас с собой. Посмотрим там по полочкам, что там есть хорошего интересного. Девочки, вообще-то я пришла сюда направленно. Вот такая штучка, подставочка мне нужна для губных. Ну, конечно, вот если бы она была чисто вот эта вот часть, мне была бы она больше нужна. Вот это вот. Ну, сюда, в принципе, тоже нужно что-то поставить. Вот. Вот эта подставка стоит 99 рублей. Я ее беру. Так, а еще мне нужно для внучки посмотреть заколочку. Я хотела для ее косы купить заколочку. Ну, такой вот как зажимчики. Вот что-то типа такого. Потому что невидимочки вот такие я уже ей отдала, подарила. А вот что-то вот такое вот, наверное, надо. Хотя вообще хотела другую заколку, но не вижу я тут особо заколок. Сейчас посмотрим еще, что тут есть. Резинки мне не надо. Вот, может быть, что-то такое. Сейчас я разгляжу. 77 рублей. Но она идет как прищепка. Ну, тоже интересный вариант, кстати. Сейчас посмотрим. Есть такого цвета, а есть вот такого цвета. Люблю вот такие вот косметички прозрачные. Можно у нее просто много наложить косметики, и все буквально видно, что нужно. Раз, достал, и все. Вот тут еще такая есть, и такая есть. А сама она большая, прозрачная. Но у меня такая есть, в общем, мне не надо. Но стоит она 199 рублей. Такая еще расцветочка есть. Ну, классная. Вот магнитный алфавит. Жалко, что только английские буквы. Были бы русские, было бы хорошо. Можно было взять, пускай бы на холодильнике там или где-то. Ну, при том, что доска вот такая есть, суденький, мог бы там учить буковки. Так, дошла я до констоваров. Меня констовары, как всегда, очень-очень интересуют. Здесь есть очень интересные такие блокнотики. Что их такое пушистенькое. Оп. Так. Ну, не знаю, тут цены стоят, конечно, по 199 рублей, но так они, наверное, и стоят. О, как джинса. С пайетками разные, разные есть. Что это? Пурьер. Рисую легко. Вообще не пойму, для чего. Очень трудно понять, для чего это. А вот и для маленьких детей. Рисовать, считать. 55 рублей стоит. Вот степлер со скобами. 77 стоит. Такое я не видела раньше. Набор ластиков. Фигурные такие. Смайлики. Прикольные. Вот это разные точилочки. Тоже интересный вариант. Такие еще есть. Ластики симпатичные. А вот это вот карандаши простые. 12 штук. Набор карандашей. Интересно, они разные там или одинаковые. Девочки, взяла я опять два контейнера вот таких. в морозилку положить ягоды. И взяла вот ягночки вот такие любила две заколочки. Ну, вроде симпатичные. Зашла на сладости посмотреть. Смотрю, трюфель оригинальный. 55 рублей стоит. Вот мне интересно, насколько он оригинальный. Действительно ли он настоящий там шоколад. Надо взять попробовать. 55 рублей. Немного, недорого стоит. Вот еще хочу вот эти взять попробовать. Кирпкет. 99 рублей. Оливки зеленые, без косточки. 27,50 стоит баночка такая. Это вот для любителей оливок тоже. Маленькая порция. Раз, взял и все. Но я их не люблю. Поэтому я их брать не буду. Возьму-ка я вот эту, наверное, штуку. Вообще думала круглую взять. И вот туда кухонные некоторые принадлежности повтыкать. А то они у меня очень много места занимают. Возьму. Недорого возьму. Вот какие симпатичные тапочки. Я все думаю уже последнее время. Становится прохладнее. Думаю взять. Тапочки не взять. Сколько они стоят? Вообще тут не написано. Домашняя женская 99 рублей. Наверное, это к тапочкам относится. Вот. Но это не мой размер, а моего размера я тут не вижу. Ладно. Смотрите, девочки, ассортимент расцветочек появился. Вот. Всякие такие разные. Такие вот голубые. Хорошенькие носки вообще. 99 рублей стоят, но они классные. Дома вообще ногам комфортно. вот это, наверное, носочки для меня, да? В ней дома хорошо. Тут есть мороженка. Вот такие вот носочки прямо для меня. Но это, по-моему, детские. Маленький размер. Классные. 77 рублей стоят. А вот еще такие тоже. Дома хорошо, тут есть печеньки. Мороженки, печеньки нарисованы. Прикольно. Я смотрю здесь, думаю, что-то тут изменилось. А тут же у нас лежали шляпы всякие летние. Смотрите, сколько шарфов всяких разных появилось. разных цветов, разной вязки. Это уже зимний вариант. Шапки тоже разные всякие шапки есть. И детские шапочки вот такие. Тепленькие, полегче есть для малышей совсем. детские колготки, ну, прямо очень теплые, прямо очень теплые, с начесом внутри. Сколько они стоят, кейтс-колготки? Они тут разных размеров. я не вижу цены. Я не вижу цены. Цены не видно. Цена вот здесь есть колготки 199, есть вот такие свитерочки тоже по 199, тоже детские, разных цветов, тоже тепленькие. Скалка для раскатывания теста. Девочки, кстати, вот если кто-нибудь такой скалкой пользовался, напишите мне в комментарии, удобно ей пользоваться или нет. А то у меня скалка очень большая, длинная, и она слишком огромная, много места занимает. 99 рублей. Ну, вообще, удобно такой пользоваться или нет? Напишите. Мне вот эта терочка нравится за 27,50. Смотрите, какая малюхонькая. Это такая дорожная, наверное, лишь что. Но вот сыр натирать, если сыром посыпать, ну, вот удобно такую малюсенькую. Раз, 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 и все. Если чуть-чуть надо посыпать что-то сыром. Прикольненькая. А вот такая разделочная доска. Я такую не видела. Оригинальная. какая-то. Но она такая нелегкая и не сгибается. Она как пластиковая, но она не сгибается и это неудобно. Я люблю, когда она гнется. Вот, гнущаяся есть. Классная. Так, а вот эта вот штука интересная. Это крышка. Это такая крышка сливать воду с кастрюли. Раз, вот так закрыли, за ушки придерживаем и сливаем. Через дырочки все это проливается. Вот такая подставка под горячее, силиконовая. гнущаяся. Сколько стоит, ценника нет, наверное, 50 рублей. Удобно то, что можно таких несколько штук взять, просто кинуть куда-нибудь в стол. Потом, когда надо раз, достали и все. детские перчатки появились. Вот такие потеплее, прям теплые. Ну вот они появились, а сейчас чуть-чуть пройдет время. А вот это вот потоньше, но потоньше зимой они не нужны. А у меня внук что-то совсем, вот перчатки он не любит никакие, я не знаю. Вообще не любит ничего. Ну, руки будут мерзнуть, но ничего не оденет. Вот варежки, может быть, я ему купила, и перчатки он не любит точно. Подушка дорожная под голову. Интересно, чем она там набита? Что-то интересное, как будто шелуха какая-то. Трикотажная ткань, а внутри что-то такое непонятное. Стоит она 199 рублей. Я смотрю, ассортимент трусов появился, разных есть размеров и даже большие размеры женские есть, хорошие такие, по 99 рублей. Там ниже есть поклубнее размеры. Интересно. Люблю я вот эти коробочки, боксики. Вот я их, когда вижу, мне все время хочется прям взять, только я сначала думаю, зачем она мне, и что я буду в нее класть. В общем, решила не брать, но очень хочется. Вот такие разные боксики, побольше и поменьше. Такие цветные, симпатичные, разноцветные. Ну, нравятся мне они, нравятся. Только надо же сначала понимать, куда применять это дело, да? Вешалки хоть сегодня мне не нужны. Вакуумные пакеты. Набор шурупов с дюбелями. Я смотрю, тут разных размеров есть шурупчики, и дюбеля к ним есть. Интересный такой наборчик. 99 рублей всего лишь стоит. Папки разные есть. Вот такая полупрозрачная, прикольная папочка. Классно. Альбомчики потоньше есть, потолще. Да, ну ассортимент, конечно, здесь добавился сейчас. Канцелярских товаров стало больше. Ручки разные всякие вообще. Ну, оригинальные. Мне нравятся такие вот разные. Даже для себя взять. Не то, что для школьника. Смотрите, такие жилеточки есть. Тепленькая такая, классная. Они разных цветов есть. По 199 рублей для маленьких детей. А это вот ветровка. Дочка Дэня такую яркую купила. А они вот тут еще других цветов есть. Голубая есть. Вот эта вот сиреневая, синяя такая, желтая. Вот эта вот самая кислотная такой цвет. Черная. В общем, разненьких цветов есть. Вот сиреневая. По 199 рублей. Класс. Ну и другие цвета есть. А это ремень резинка. Он тянется, как резинка. Ну это здорово. Вот такой цвет интересный, золотистый. 149 стоит. И такой вот цвет есть. Вот такой. В общем, разный. Вот здесь вот на скалочке есть ценник. 99 рублей. А вот такая стоит 149. Но она как-то туговато идет вообще. Туговато. Ой, смотрите, какие миленькие светильнички. И зайки тут сидят, и ежик с грибочком. Это вот так вот будет светиться красиво. 199 стоит, девочки. Вот еще мишка с елочкой тоже. Ну все, девочки. Я взяла еще два мороженого таких по 25 рублей. Не могу. Такие вот они вкусные, пломбирчики эти. И дешевые. И они, кстати, без пармового масла. Вот. Ну и все. Все остальное я вам показала. Такие конфетки, контейнеры, кашечка-заколочка. Все, иду на кассу. Девочки, ну вот что, я пришла домой и решила вам просто кое-что показать. Потому что в магазине, допустим, вот запакованной, я пыталась разглядеть, что это за заколка, как она выглядит. Я открою сейчас и посмотрю. Одна идет такая с заостренным носиком, а другая как тупая, как прямогойная. как прямоугольная. Здесь вот такой зажимчик. Вот он. И мне вот интересно, насколько он будет держать, если небольшое количество волос. В принципе, держится неплохо. И тут еще вот есть такие вот зубчики. Вот. Кстати, вот благодаря этим зубчикам внизу вроде нет. Вверху зубчики. Вот волосы держатся хорошо. Вот. Но я думаю, что вот эти вот заколочки, это притом вот такая рассветочка для девочки будет приятненько. Такой подарочек я внучке купила. Ну, и заодно вам покажу, для чего я брала, собственно говоря, вот это вот. У меня над мойкой, над умывальником, у меня такая небольшая полка. и там уже вот эти вот у меня гигиенические там губные, которые вот по-быстрому дома намазаются. Вот такие вот мелкие вот такие вещи, да, заколочки. Это все у меня так вот просто наставлено было много мелочи. Вот эту мелочь я решила собрать сюда. И вот еще губные можно кое-какие поставить. Это такие, знаете, повседневные. Подошел к зеркалу, раз-раз и побежал. Вот. И вот эту вот штуку, для чего я взяла, у меня там узкое такое место есть. Вот как раз по цвету это тоже подходит для моего интерьера. И вот эти вот крупные вещи, мне просто их некуда. Но их уже много, стало некуда класть. А сейчас они вот так вот будут в этом контейнере стоять. И он очень такой компактный, место немного занимает. Вот. И вот такие два контейнера у меня уже в морозилке есть. Я во влоге вам показывала, где у меня там черешня замороженная, смородина замороженная. И еще у меня появился виноград. Много. И тоже я его заморозила в другом контейнере. Вот, кстати, круглые контейнеры. Вот. И не берите, девочки. Они много места занимают. Особенно если он круглый, еще он какой-то вот такой вот, сделан как миска. То есть, вместительность у него небольшая, но площадь занимает много. Эти контейнеры можно вот поставить один на один. Там и рядом, или сверху, и как. Еще место остается. И самое главное, что их удобно хранить. Вот, допустим, если они у меня поосвободятся, то эти контейнеры, они ставятся один в один. И вообще занимают очень мало места. Вот так вот раз, раз, раз. Все. Их можно вот так несколько поставить, куда-то сложить. И в хранении удобно, и так удобно. Вот для этого взяла тоже. Я считаю, недорого, 55 рублей. Но такие контейнеры, просто я у дочки увидела, они мне очень-очень понравились. Вот. Если вам что-то я не показала в этом, сейчас, в этом видео, конфетки, я сейчас пробовать не буду, потому что я сейчас не хочу конфеток. Но все это, если я буду там что-то пробовать, что-то вам показывать, я покажу во влоге, вы это все увидите. Вот. Ну, а на этом, девочки, вот такое спонтанное видео. На этом я хочу закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok